Сегодня в экономическом календаре. В 9.45 Национальный институт статистики Франции опубликует индекс деловой активности, который используется в качестве опережающего индикатора роста французской экономики. Значение индекса выше прогноза увеличит спрос на европейскую валюту. В 11.00 ожидается выход показателей экономики Италии. Будут опубликованы изменения объема продаж в промышленном секторе и объем новых промышленных заказов. Улучшение показателей по сравнению с прогнозом может увеличить покупки евро. В 11.30 Банк Англии опубликует результаты голосования по вопросу процентной ставки. Информация содержит число голосов за снижение, повышение и сохранение текущей ставки, что позволит определить разброс мнений в Комитете по монетарной политике при принятии решения. В 14.00 в Соединенных Штатах выйдет несколько показателей рынка жилья, связанных с ипотечным кредитованием. Прежде всего, это индекс ипотечного рынка и индекс ипотечного кредитования. Улучшение ожидаемых значений увеличит спрос на доллар США. В 17.00 выйдет важный показатель американского рынка недвижимости – продажи на вторичном рынке жилья, который отражает количество проданных жилых зданий за прошлый месяц. Рост продаж сверх прогноза увеличит спрос на американский доллар. В 17.30 информационное агентство энергетики США предоставит еженедельные данные о запасах сырой нефти, которые имеются в американских компаниях. Показатель влияет на стоимость нефтепродуктов и уровень инфляции. Не упустите возможность заработать на новостях. Завтра в 15.30 по московскому времени Канада опубликует базовый индекс розничных продаж, что может дать сильное движение канадского доллара. Аналитики Scotiabank и Goldman Sachs прогнозируют нисходящий тренд пары USDCAD в долгосрочной перспективе. Не оставайтесь на обочине событий рынка, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.